Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В этом видео мы будем ремонтировать автомойку фирмы Эксперт. Модель этой автомойки АБВСЦ-90П. Проблема этой автомойки, что она начала не набирать давление и работать рывками. Необходимо ее разобрать и узнать в чем проблема. В первую очередь при такой поломке необходимо проверить чистоту выходного спрыска и чистоту входного фильтра, а также убедиться в отсутствии воздуха внутри, который должен быть вытеснен водой. Откручиваем входной раструб подачи воды и проверяем фильтр. Здесь фильтра нет, кто-то уже снял, но он должен быть чистый, значит в этом проблемы нет. Затем необходимо проверить чистоту этого спрыска. Для большего удобства снимаем с пистолета эту часть спрыска, слегка проворачиваем и вынимаем. Теперь необходимо убедиться в том, что эта часть чистая. Я возьму медицинскую иглу и хорошо почищу. Сопротивления нет и он просматривается. Теперь ставим раструб на место и проверим работу автомойки. Как видите, эта проблема не решила. У нас и придется разбирать автомойку. В первую очередь необходимо с помощью крестообразной отвертки открутить 10 шурупов по периметру автомойки. После этого отщелкиваем держатель пистолета от корпуса. И раскрываем корпус. После этого необходимо вынуть из корпуса двигатель и сам насос автомойки. Для этого откручиваем 4 шурупа по бокам и вынимаем все в сборе. После этого необходимо проверить работу микро выключателя, который отвечает за включение и выключение двигателя насоса. Для этого откручиваем 5 шурупов и вынимаем микро выключатель из своего корпуса. Вот микро выключатель, который подключен к двигателю. Для его проверки необходимо отключить его от цепи и проверить на замыкание с помощью тестера. Остальным предметом нажимаем на это отверстие в разъеме и вынимаем его до своего места. После этого берем тестер, выставляем его на минимальное значение замерения сопротивления и проверяем работу микро выключателя. Он нормально замкнут, при нажатии кнопки он размыкается. Значит все работает. Теперь проверим работу клапана избыточного давления. Откручиваем его из своего седла. Здесь внутри есть пружинка, при нажатии на нее должен подниматься вот этот вот клапан и выключать микро выключатель. Он работает без проблем. После этого необходимо проверить работу клапанов впускных и выпускных. Для этого я воспользуюсь шестигранником, которым откручиваем эти заглушки. Вынимаем пинцетом клапана и проверяем их состояние. Разборка показала, что пружинки целые, но клапана очень грязные и плохо прилегают к своим седлам. Для контроля поверхности я разберу один клапан и посмотрим, что у него внутри. И проверим этот клапан, как он прилегает к своему седлу. И при необходимости немного его подшлифуем. Как видите, если увеличить изображение видно, что рабочая поверхность клапана сработана и неровная. Необходимо слегка подшлифовать эту поверхность для того, чтобы клапан плотно прилегал к своему седлу. Для притирки клапанов я попробую использоваться пастой ГОИ крупной фракции, которую натру на мелкой терке и добавлю в нее немножечко машинного масла. Вот такая у меня получилась паста. Попробую ей отполировать клапана. Вымокаем в нее клапан и начинаем притирать к своему седлу. После притирки клапанов необходимо хорошо вымыть пасту, используя зубную щетку и чистую воду. После полировки клапана видно, что его поверхность стала намного ровнее и теперь он не будет пропускать воду. Поверхность рабочего седла клапана стала тоже ровнее и можно проверять на герметичность клапана. Перед сборкой я немного растянул пружинку клапана для того, чтобы он жестче фиксировался в своем месте. Совсем чуть-чуть и собираем клапан в обратном порядке. Для проверки герметичности клапана необходимо взять клапан и втянуть в него воздух. Если вы не сможете вдохнуть, значит клапан герметичен. Если будет немножечко шипеть, то необходимо полировать дальше. Этот клапан герметичен. И таким образом я отполирую все клапаны. И после этого приступим к установке клапанов на свое место. Для того, чтобы заглушки клапанов не закисали, я их смажу графитовой смазкой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Устанавливаем на место клапан избыточного давления. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И подключаем микровыключатель. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После этого помещаем механизм сбора в корпус автомойки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И фиксируем механизм в корпусе такими скобами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фиксируем на свое место зажим электропровода. И накрываем автомойку второй частью корпуса и соединяем обе части корпуса с помощью 10 шурупов. И прищелкиваем к своему корпусу держатель водяного пистолета. И остался самый ответственный момент проверить, как работает автомойка. Как видите, автомойка работает без проблем и можно ей пользоваться дальше. Вы были на канале Дело Мастера Боится. Смотрели видео о том, как своими руками притереть клапана автомойки, если они стерлись. Пишите свои замечания и комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok